Древний геополимер в южноамериканском памятнике, который построен в 600 году н.э. Совместное исследование программы между Институтом геополимеров и Католическим университетом Сан-Пабло-Варикипо, Перу. Заголовок. Первые результаты по Тиоанако, Пумапунку, Боливия. Это карта Альтиплана с Куско, озером Титикака и Тиоанако, Пумапунку. Мы находимся на высоте 3850 метров над уровнем моря. Мы видим в Тиоанако знаменитые ворота солнца. Я не буду заострять на этом внимание. Я концентрируюсь на храме в Пумапунку, который находится рядом, и он сделан из группы мегалитических плит. Он самый большой на американском континенте. Хронология цивилизации в Андахо очень молода. Тиоанако, это цивилизация, которая распространялась от 300 до 1000 года нашей эры, но памятники были построены между 600 и 700 годом и использовались до 900 года нашей эры. Мы находим цивилизацию Наска, варив Куско, а потом, спустя 500 лет, появились инки. Построен в 600 году, 1400 лет назад, разрушен в 900 году, за 500 лет до империи инков. Ворота солнца сделаны из андезитовой вулканической породы, а храм Пумапунку сделан из красного песчаника, осадочного камня. Если мы посмотрим сверху на спутниковую карту, мы увидим деревню Твайанако, это орфография испанского языка. Справа у нас локация Тиоанако, а слева, через дорогу, у нас локация Пумапунку. Глядя на Пумапунку сверху, мы находим мегалиты из песчаника, номер 1, номер 2, номер 3 и номер 4. Это 1, 2, 3, 4. Когда мы заходим в это место, это то, что мы видим. Зданий мы не видим, все развалилось. Это только остатки камней, лежащих на земле. И сверху мы видим большие мегалиты и обнаруживаем, что у нас будет в этом месте, благодаря нашему исследованию. А мы использовали два геополимерных метода, первый геополимер в щелочной среде для мегалитов и геополимеров из красного песчаника, второй, в кислой среде для серых андезитовых структур. Первый способ, Пумапунку мегалиты из красного песчаника, у нас есть четыре больших плиты, номер 1, номер 2, номер 3, номер 4. Номер 1 весит 130 тонн. Этот монстр номер 2 180 тонн. Они имеют ширину от 7 до 8 метров. Плита номер 3 сломана и части исчезли. Плита номер 4 сломана и она весила 150 тонн. Блоки были разбиты вскоре после строительства, от землетрясения, и отремонтированы с помощью скоб, сделанных из металла. Мы предполагаем, что это была медь. Тогда была добыча меди или бронзы. Вот так могло выглядеть это место. Это предварительная реконструкция. Вы видите 4 мегалита из красного песчаника. Это очень маленький храм на большой террасе, 4 ступени, и у нас получается небольшой храм на платформах номер 1, номер 2, номер 3 и номер 4. В 1970 году правительство Боливии начало научное исследование, чтобы определить геологическое происхождение этих гигантских блоков песчаника. У нас есть отчет, по-испански называется Проседен Сио де Лас Аренискас Ателизада Сен Ель Темпла Приколумбина до Пумапунку. Происхождение песчаника, использованного в Приколумбийском храме Пумапунку Тианака. Они выбрали 6 разных локаций из песчаника, которые находятся далеко от Тианака, от 8 километров до 10-11 километров. Они выбрали одно и заявили, что это место, откуда взяты камни. Участки номер 1 и номер 2 находятся рядом, и также могут быть выбраны. В 2017 году мы взяли эту информацию, чтобы начать расследование, и мы добавили третье место, номер 3, Каламарка. Почему? Потому что есть археологические находки в Каламарке, в деревне Каламарка, которые говорят, что деревня была в действии во время строительства. Так что для меня было ясно, что эта человеческая деятельность, и очень четко определенная деревня была связана с добычей каменного материала. Так вот, что мы видим в Google Earth. У вас есть пумапунку слева, и вы находитесь на уровне Альтиплана, на высоте 3820 метров. А затем на юге, есть различные холмы и горы, где мы находим источники песчаника. Номер 1 Кебрада Каусане. Номер 2 Серо Амарилане. Номер 3 Каламарка. Наша команда посетила все эти места. Во-первых, Кебрада Каусане. Пришлось забраться на 300 метров выше плато. Так было в 1970 году. А теперь в 2017 году. Пришлось забраться на гору для того, чтобы добраться до места, которое было выбрано боливийскими археологами. Здесь у нас есть GPS-отслеживание нашего восхождения туда. Мы начинаем с 3850 метров и достигаем 4159 метров. Это Кебрада Каусане, на которую мы забрались. Это то, что утверждает официальная археология. Они говорят, что использовались ламы, и по этой крутой дороге перетаскивали 150-тонные мегалиты в долину. В это трудно поверить. Когда вы прибудете на плато, вы увидите квадратные блоки из песчаника. Тогда понимаете причину, почему это место было выбрано археологами. Но мы не находим никаких массивных блоков. У нас есть только небольшие блоки. В 1970 году они написали, типичный процесс распада из-за механического выветривания. Не было реальных карьеров песчаника, используемых в Тиуанако, таких как карьеры открытого типа, террасы или галереи, но вместо этого они пишут, что блоки были разделены диаклазом. Это геологическое природное явление, при котором порода трескается на квадратичные блоки. И на этом все. Второе место, это Сьерра Аморильяне. Туда легче добраться на машине, по дороге. Это похожее геологическое образование. И здесь тоже есть блоки. Третье место, это Каламарка. И оно совершенно другое. Начиная с деревни Каламарка мы в конечном итоге попадаем в место, которое мы считаем реальным. Каламарка написана с орфографией по-испански. Каламарка с буквой К, это написание на местном языке. Это дорога, которая ведет в деревню Каламарка, а это вход в эту деревню. Это что-то типичное для этой деревни. Вы не найдете этого в другом месте. Так что это такая историческая справка. Вы входите в деревню, и здесь удивительно убрано, дома с кирпичной кладкой и так далее. Что-то точно случилось в этой деревне. Мы продолжаем нашу поездку. Мы покидаем деревню и продолжаем подниматься по грунтовой дороге. Мы прибываем на участок, выбранный нашим геологом. У нас есть выветрившиеся блоки, но что еще интереснее, у нас есть особенность, которая представляет собой слой выветрившейся песчаниковой и каолиновой глины, пригодной для геополимерной реакции между квадратичными блоками. И наш геолог провел этот эксперимент. Как вы можете видеть, вы можете взять очень простой инструмент и разломать его. И вы видите, что это может быть материалом. Но вы не можете сломать твердый. Это очень твердый, и у него другой звук. А это из этого. И да, это очень легко. Вы можете видеть, что мы здесь находим. Даже своими руками мы можем сломать это. Это очень легко. Итак, мы можем начать наше расследование. Мы взяли образец у памятника с платформы номер два. Это где стрелка, и это очень близко к месту, где боливийские археологи также брали образец, который помечен номер девять. Итак, мы могли бы сравнить то, что они изучали с нашим исследованием. Научные исследования это Тонкие срезы, оптический микроскоп, дифракция рентгеновских лучей, сканирующий электронный микроскоп энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Итак, начнем с тонкого среза. Мы сравним размер зерна песчаника. Песчаник сделан из кварца полевого шпата и очень малой части глины. Первый источник Кибрада Каусани, который находится на высоте 4100 метров над уровнем моря. Второй Амарильяне, куда очень легко добраться. Третий из Каламарка. И наш образец от памятника. Мы сравниваем размер кристаллов кварца и полевого шпата. И очевидно, что с первым Каусани все в порядке. Это не соответствует образцу памятника. Второй Амарильяне слишком большой. Зерна слишком большие. Этот также не соответствует образцу памятника. Каламарка, кажется, соответствует образцу памятника, и Каламарка должно быть был источником материала. И если мы посмотрим именно на образец памятника Пумапунку, то у нас будет различный ДСА, означающий дезагрегированную совокупность песчаника. Это натуральный заполнитель песчаника. Это должно быть покрыто очень тонким покрытием, как и другие, но это очень толстая флюидная матрица, которая не является обычной для песчаника. Это подтверждает идею искусственного геополимерного песчаника. Мы сделали химический состав геологического камня и монументальных камней по энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Итак, мы имеем для Каусани, Амарильяне, Каламарки и Пумапунку, натрий, магний, алюминий, кремний, калий, железо. Мы можем сказать, что почти все ингредиенты, магний, алюминий, кремний, калий, железо, они находятся в одном диапазоне, это относится к одному и тому же геологическому событию. Так геологи объясняют это. Однако, если мы сравним содержание натрия, то мы увидим, что у памятника у нас в два раза больше натрия по сравнению с Каламарка, в три или четыре раза больше по сравнению с Амарильяне и практически в два раза больше для Каусани. Так что если мы примем идею, что Каламарка был источником материала для изготовления этого мегалитического камня, тогда мы должны найти натрий, поступающий из других мест. Это было добавлено. И мы должны искать химические вещества. Можем ли мы найти химикаты? Или по-другому, использовали ли они химикаты для мегалитов из красного песчаника? Нам нужен геополимер полисиолата натрия в щелочной среде. Поэтому мы должны искать натрон, окис натрия. Карбонат натрия, даже в наше время, добывается в лагуне Кача. Это небольшое озеро, оно расположено к югу от великого Салара до Уюни, в Альтиплана. У них были караваны, курсирующие туда и обратно практически каждый день, из Тиуанака на юг. Эта цивилизация известна своими караванами лам, несущих все. Караван лам шел от Тиуанака до Сан-Педро до Атакама. Мы на высоте 3800 метров и Сан-Педро до Атакама в 750 километрах от Тиуанака. У нас есть археологические находки, свидетельствующие о том, что это были караваны лам, идущих туда-сюда. След каравана лам идет к лагуне Кача, которая находится ближе к югу от Салара Уюни. Это лагуна Кача сверху, а это лагуна Кача с земли. Караванная тропа лам проходит через лагуна Кача, и современная дорога также проходит через лагуна Кача. Таким образом, мы сделали сканирующую электронную микроскопию. У нас есть зерна полевого шпата, это F, зерна кварца, это Q. Мы находим альбит, хлорид, это альп. Но мы находим очень особенный альбит. Диологи называют его аутигенным альбитом. Это то, что образуется после уплотнения камня из песчаника. Представьте себе песчаник. Песок оседает на дне океана и начинает затвердевать из-за сжатия и так далее. И через один или два миллиона лет, вода со щелочью в небольшом количестве проникает в песчаник. И бывает, что из-за включения небольшого количества щелочи натрия мы получаем образование, кристаллизацию альбита. Это силикоалюминат натрия, где кремния 3. Такое найдено геологически. Обычно, это большие кристаллы. Но здесь у нас очень тонкий равномерный слой. Это может быть результатом кристаллизации полисиалатного геополимера. Но у нас более высокая концентрация в ингредиенте, кристаллизация и образование этого аутигенного альбита не могли произойти в течение 1400 лет археологического захоронения. Это практически очевидно. Но проблема в том, что мы до сих пор не можем провести различия между геологическим альбитом или геополимерным альбитом. Анализ ПДС, кремний алюминий, натрий, показывает соотношение силициум-алюминий равный 3. Это чистый, вывод, самокристаллизация. Если мы посмотрим на другое место под электронным микроскопом, то мы увидим другие странные структуры, которые также являются аутигенными. Эти структуры кристаллизовались в течение долгого времени, а для нас еще и в течение времени после того, как это было построено. По ДДС-спектрам мы получаем большое количество кремнезиома, алюминия, натрия и железа. Справа большое количество железа. Для нас это ферросиалатный геополимер. Железо захватывает алюминий, и мы имеем отношение с силициум-алюминий-феррум равный 2,3. Итак, первый вывод исследования. Тонкий срез образца, взятого из красного песчаника по мапунку, показывает, что границы зерен из толстой флюидальной красной ферросиалатной матрицы. Насколько нам известно, эта особенность очень необычна для песчаника, образованного геологически. Это уникум и поддерживает идею искусственного песчаника или геополимерного бетона. Помните, что это огромные мегалиты. Их невозможно транспортировать. Так что для нас очевидно, что это тип геополимерного бетона. Дополнительный SEM, EDESA анализ и XRD для натрия, магния, алюминия, кремния, калия, кальция, железо предполагает, что место каламарка является источником мегалитических блоков по мапунку. Чтобы сделать свой геополимерный бетон из песчаника, строители могли транспортировать полностью выветрившийся каленитизированный песчаник с участка каламарка. Они добавили инородный элемент, натрон, который извлечен из лагуна Качи, это небольшое озеро, расположенное к югу от великого Солара до Уюни, в Альтиплана. Мегалитические плиты весом от 130 до 180 тонн из древнего геополимера были отлиты 1400 лет назад. У нас есть блоки, бетонные блоки, у нас есть большие бетонные блоки, они маленькие квадратные камни, которые они могли бы перетащить вниз. Их невозможно перетащить вниз, но их возможно сделать на месте. Результат этого исследования находится на рассмотрении в Material Slaters. Я жду первой реакции моих коллег. Название статьи, древний геополимер в южноамериканском памятнике. XSD, SAM и петрографическое доказательство. Это авторы и мы надеемся, что оно будет опубликовано очень скоро. Итак, у нас есть пумапунку, у нас есть песчаные террасы которым 1400 лет, но у нас также есть и небольшие предметы. Итак, помните, что мы нашли два разных метода. Мы отсудили первый, геополимер в щелочной среде для мегалитов из красного песчаника. Теперь мы обнаруживаем геополимер в кислой среде для серых андезитовых вулканических структур. Вторая часть будет посвящена андезиту. Кислая среда образуется в результате реакции с карбоновыми кислотами и фосфатами на основе андезитового геополимерного бетона. Эта часть храма пумапунку была построена сто лет спустя. У нас есть дополнение архитектурных элементов. Это структурные элементы, которые были добавлены. С моей точки зрения, это были скульптуры, которые могли бы быть добавлены другой группой. Они сделаны из андезитовых вулканических камней и имеют загадочные особенности. Высотой один метр, и очень-очень точные рельефные рисунки. Как были сделаны такие идеальные узоры с помощью простых каменных инструментов? Идеально, под углом 90 градусов, и очень гладко. Это говорит само за себя. Как вы можете сделать это без инструментов? Конечно, у них были молотки, у них были каменные инструменты. Но так сделайте это. Более экстравагантная особенность, этот камень. Он содержит 20 отверстий, точно высверленных, до 30 сантиметров в глубину этого твердого камня. Даже археометрические люди, которые утверждают, что это было сделано древней цивилизацией 30 тысяч или 60 тысяч лет назад, не имеют инструмента, чтобы повторить это. Помните, твердость помоса составляет от 6 до 7, как у кварца. И у них нет инструментов. Итак, я покажу вам описание эксперта. Эксперт Жан Пьер Про Цейн из Калифорнийского университета в Беркли, он изучал архитектуру Куска. И здесь он пишет, кто учил рабочих каменщиков инков, которые работали 500 лет спустя. Статья называется «Сравнение каменщиков, режущих камни Тианаку и инков». Это было опубликовано в 1997 году в журнале Общества историков архитектуры. Я читаю, чтобы получить гладкую отделку, идеально спланированные грани и точные правильные внутренние и внешние углы на камнях, они прибегали в скобках, применяли методы неизвестным инкам и неизвестным нам в наше время. Итак, у нас есть археолог, который говорит, что мы не знаем. Это первый раз, когда я встречаюсь с археологом, заявляющим «я не знаю». Острые и точные внутренние углы в 90 градусах, наблюдаемые на различных декоративных мотивах, скорее всего, не были сделаны с помощью каменных молотков. Независимо от того, насколько точно острие каменного молотка, оно никогда не сможет создать четкие прямые внутренние углы, которые можно увидеть на каменной кладке Тианака и Пумапунку. Сопоставимые срезы в каменной кладке имков, все закругленные, внутренние углы типичны для техники скалывания. Строительные орудия Тиакан ЦФ, за исключением возможных каменных молотков, остаются практически неизвестными и еще не обнаружены. Напомню, что это сказал эксперт. Нам, из геополимерного мира, очевидно, что это результат технологии литья геополимера с мокрым песком. У вас есть все особенности предмета, артефакт, который был получен при растирании мокрого песка в форме. Очень точная поверхность, очень чистая, очень ровная, и на поверхности вы видите маленькие полусферические пузырьки, пузырьки воздуха, которые находятся напротив формы. Это ясно. Нет проблем. Где источники этого андезита? Это же вулканический камень. Помните, что для песчаника, для мегалитов, мы полагались на петрографическое исследование, которое проводилось в 1970-х годах, но у нас нет эквивалента для вулканического камня. Почему? Здесь у нас есть карта Тиуанака, а также различные места, где мы изучали источники песчаника. По словам путешественников, источником памятников должен стать вулкан Сера Хапиа. Но он находится в Перу. Вы должны пересечь границу, в то время, в 1970 году, боливийские археологи этого сделать не могли, им не разрешили пересечь границу. Они не делали никакого петрографического анализа геологического камня, а перуанцы не заботились об этом. Так что так. Мы начали наше научное исследование с того, что у нас было. Мы делали тонкие срезы, мы изучали сканирующим электронным микроскопом, и у нас была возможность получать хорошие образцы. Потому что на месте вы видите много мусора, который не является частью памятников. Тщательно перебрав этот мусор, который на самом деле представляет собой куски монументальных камней с характерной очень плоской поверхностью, мы смогли получить наши образцы. Это образец PP1. Мы взяли образец PP2, и именно здесь мы взяли наш образец PP5. На поверхности уложенного блока. Наиболее важными являются образцы PP1A и B, мы сломаем некоторые части для SEM исследования. Вы смотрите на идеальную поверхность образца. Если мы посмотрим под оптическим микроскопом, это то, что мы увидим. Когда я впервые посмотрел в оптический микроскоп, я был поражен. Никто не смотрел с помощью оптического микроскопа на поверхности этих уникальных артефактов. Это странно. Они не нашли следов от инструмента. Они не нашли ничего. Но они не нашли время, чтобы просто посмотреть под оптическим микроскопом. То, что вы видите белым, это кристаллы плагиоклаза, а между ними есть отверстия, 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 которые имеют разные цвета. Это очень плоская, равномерная, выровненная, но дырявая поверхность. Это PP5. У нас белый плагиоклаз между отверстиями, которые глубиной от 0,2 до 0,5 миллиметра, с прозрачными стенками. А внизу мы видим кристаллы материала. Если вы посмотрите на поперечное сечение, вы увидите на поверхности отверстия глубиной до 0,5 миллиметра. Но в другом разрезе у нас есть отверстие внутри. Итак, это материал, который типичен для этих артефактов. Посмотрите на тонкий срез, он красив при поляризованном свете, лучше песчаника. Вы видите белые мелкие кристаллы полевого шпата плагиоклаза. А здесь большие кристаллы амфиболов. Это минералы. Здесь пироксен. И у нас много черных пятен. Это аморфное вещество. Под сканирующим электронным микроскопом у образца PP1 мы видим только маленькие кристаллы. Это пятимикронная шкала. Если мы сделаем анализ EDS, мы обнаружим, что это полевой шпат, плагиоклаз. Теперь мы продолжаем наше расследование. Смотреть на поверхность скучно, интереснее смотреть на отверстия. Что под ними? У нас есть точки 1, 2, 3, 4, 5, а затем 6, 7. Я сосредоточусь на точке номер 4. Сосредоточимся на точке номер 4 при увеличении. Итак, у нас есть черный материал, это отверстие, окруженное кристаллами полевого шпата, и фактически оно состоит из нескольких различных минералов. Если мы сравним это изображение с микроскопа с изображением C и M, то это выглядит точно так же. Итак, вы видите, что слева у нас есть плагиоклаз, это белое тело. H для роговой обманки, это кристалл. PA для пероксен-авгитового кристалла. Фером силициум предназначен для ферросиликата. А между ними у нас есть нечто, что не соответствует ни одному классифицированному минералу из изученных оптическим микроскопом. Мы сосредоточимся на этом. И мы получим большой сюрприз. Мы получаем сюрприз, имея полностью аморфный элемент, который выглядит как резина, смола или что угодно. Мы сделали ЭЦП, и мы получили большое количество углерода. У нас есть азот, но мы не можем измерить количество азота. Но качественно мы видим, что у нас есть азот. Так что это может быть органическое вещество аммония. Таким образом, мы находим органическое вещество в вулканической породе, это точно против природы. Так что это сделано человеком. Конечно, можно утверждать, что поскольку эта точка была на поверхности, то то, что мы измеряли, было результатом загрязнения поверхности. Поэтому, чтобы справиться с этим аргументом, мы пошли вовнутрь. Вы видите лоток для образцов, на котором установлен образец. И мы пробрались вовнутрь, и тут у нас тоже несколько пятен. Пятно номер один. Полевой шпат окружает черную систему. На вершине черной поверхности есть кристаллический элемент. Мы проанализировали точки А и С. Это плагиокласс. Затем мы проанализировали точку Б, которая находится внизу. Это органика. Таким образом, у нас есть плагиокласс полевого шпата поверх органического вещества. И это внутри камня. Еще один момент. У нас очень гладкая поверхность, чтобы это могла быть поверхность связующего вещества. И у нас есть темное пятно. Поэтому мы сосредоточены на темном пятне. Это органика, углерод и азот. Пятно номер три. Здесь у нас такие же атомы углерода, азота и других элементов. Все согласятся с тем, что это органическое вещество, и это предполагает наличие искусственного камня. Итак, первые выводы. Что это за химия? Это не геополимер на основе полисиолата, как для мегалитов из красного песчаника. Это не щелочная среда. Если это не щелочная среда, то это кислая среда. И да, это кислая среда, если мы еще послушаем древние легенды, которые археология не учитывает. Цитата. «Уносостансио де Орихен Вэджетал Капас де Абландар Лас Пайдрос». Перевод. «Растительный экстракт способен смягчать камни». Это то, что местные жители Южной Америки считают и рассказывают. Они что, сумасшедшие? Неужели они могут смягчать камни? 42 года назад я встретил перуанского антрополога, и мы решили сделать нашу первую презентационную работу на археометрической конференции в Нью-Йорке. Таким образом, у нас была вторая работа в 1982 году, которая называлась «Изготовление каменных объектов путем геополимерного синтеза в даингской цивилизации Хуанка в Перу». В настоящее время принято считать, что цивилизация Тиуанака построена по образцу цивилизации Хуанка, существовавшей даинков, что проявляется в исключительном умении изготавливать предметы из камней. Недавнее этнологическое открытие показывает, что некоторые колдуны в традиции Хуанка не используют никаких инструментов для изготовления своих маленьких каменных предметов, но все же используют химическое растворение каменного материала с помощью растительных экстрактов, то есть карбоновых кислот. Год спустя я провел научное исследование в лаборатории фармакогнозии в Гренобле. Заголовок «Дезагрегация каменных материалов с органическими кислотами из растительных экстрактов. Древняя и универсальная техника». Итак, мы изучили какую кислоту мы можем получить из растений. И был сделан вывод, что доколумбовые фермеры были вполне способны производить большое количество кислоты из таких распространенных в своем регионе растений, как фрукты, картофель, кукуруза, ревень, румикс, агава, фикус, индико, щавель. Мы знаем, что сегодня есть еще растения. Так что у нас будут карбоновые кислоты, уксусная кислота, щавелевая кислота, лимонная кислота. Это прекрасно работает с известняком. Известняк дезагрегируется этой органической кислотой. Нет проблем, это очень легко доказать. Любой камень, который содержит известняк, будет дезагрегирован, но только не вулканический эндезит. Нет, здесь это не работает. Если только это не химический состав, используемый для изготовления связующего, который будет агломерировать неуплотненный каменный материал, тогда все в порядке. Итак, это четкая грань между известняком и вулканическим камнем. Есть ли у нас археологические намеки на то, что эта идея не сумасшедшая? У нас есть археологические данные об обширной культуре кукурузы для возможного производства уксуса или уксусной кислоты. Другой эксперт, специалист по региону, американец. Все эксперты, американские археологи, каждый из которых специализируется на одном месте. Пол Гальдштейн, факультет антропологии, Калифорнийский университет. Его статья, от едящих тушеное мясо к кукурузникам, экономика Чичи и Тиуанака. Чичи очень известный местный напиток. Иногда он содержит больше или меньше алкоголя, но в основном это производится из кукурузы. Так что это какой-то алкогольный напиток, который можно использовать для их церемониальной деятельности. Долина Макегуа, это южная часть Перу. Это расположено между Тихим океаном и участком Тиуанака. Он пишет, керамические изделия полностью изменились с приходом колониального поселения Тиуанака после 600-го года нашей эры, и установления больших анклавов в ранее незанятых местах в долине. То есть это в то время, когда они начали строить памятники. Таким образом, люди с вершины сделали анклавы в долине, причем в очень точных местах. Он пишет, экономика Чичи и Тиуанака. Каждое сообщество также включало по крайней мере один бытовой комплекс с многочисленными хранилищами, называются Тинаджаз. И на месте были установлены пивоваренные сосуды Чича, которые стояли на полу. Это такие большие сосуды. Рядом были найдены большие точильные камни, называемыми манос, и изобилие каменных мотык. Это свидетельствует о том, что кукуруза хранилась и перерабатывалась гораздо больше, чем потребности домохозяйства, и экспортировалась для обмена с партнерами в области Хайленд Тиуанака. Тем не менее, пока не ясно, указывает ли это преувеличенное производство кукурузы на централизованную государственную систему. Например, одно домашнее хозяйство имело производственную мощность 513 литров, что по оценкам было достаточным для 171 человека. Конец цитаты. Так что для меня это индустрия. Далее он пишет, подразумевается, что обычные домохозяйства в анских штатах могут производить и обслуживать Чичу в количествах, намного превышающих потребности домохозяйств, и могут помочь объяснить три самых загадочных аспекта явления Тиуанака. Конец цитаты. Но эти эксперты не думают о нашей геополимерной системе, они думают о своем традиционном способе использования Чичи. Для нас это преувеличенное производство было не для напитков, а для изготовления камня. Несколько человек пытались раскрыть секрет изготовления этого камня. Например, вы можете прочитать в интернете то, что было сделано и опубликовано в 1960-х годах. Цитата. В течение 14 лет, то есть до 1960-х годов, отец Лира изучал легенды о древних андах. И наконец смог идентифицировать куст Джоча, как растение, которое после смешивания и обработки с другими овощами и веществами смогло превратить камень в грязь. Древние индейцы доминировали в технике массификации. Они размягчали камень, который они превращали в мягкую массу, которую они могли с легкостью лепить. Говорит отец Лира в одной из этих статей. Это перевод на английский язык статьи, написанной на испанском языке. Священник выполнил несколько экспериментов с кустом Джоча, и ему удалось смягчить твердую породу почти до разжижения. Конец цитаты. Здесь не сказано о том, что это был известняк. Но, это должно быть был известняк. Считаю. Однако он не смог его снова закалить. Конец цитаты. Таким образом он не смог сделать камень обратно твердым. Поэтому он посчитал свой эксперимент неудачным. Именно поэтому 40 лет назад мы тоже остановились. Мы можем дезагрегировать, но мы не смогли реагломерировать, то есть затвердеть снова. Я ждал то время, когда получу правильные знания. Эти знания мы начали получать только один или два года назад. Цель исследования. Материал дезагрегирован. Как восстановить? Мы должны найти отвердитель. Основная химия разработана и описана в моей книге. Глава 13. Геополимера на основе фосфатов. Глава 14. Геополимера на основе органических минералов. Цель исследования. Найти отвердитель. Где мы можем, локально, найти химические вещества, которые будут вызывать эту реакцию. Для песчаника, для больших мегалитов, мы нашли натрон. Для вулканических андизитовых камней у нас есть органическая связующая, кислая среда, и мы ищем отвердитель. Я пришел к сумасшедшей идее. Потому что, у меня много информации, которую у меня нет времени здесь рассказывать. Но это должен быть гуана, добытый из илло на Тихом океане. Именно гуана, обычная гуана, которая обычно используется в качестве удобрения, и которое было перевезено караванами лам на Высокогорье. Гуана является отличным удобрением, но это не причина, по которой его транспортировали в горную местность. Цивилизация Тиуанако была создана до того, как начали использовать гуана как удобрение. В Тиуанако они разработали очень особенное сельское хозяйство. Они не нуждались в этом типе удобрения. У них есть свои собственные удобрения на вершине. Таким образом, утверждать, что гуана было перевезено в горную местность, потому что они нуждались в нем в качестве удобрения для сельского хозяйства, нонсенс. Эта цивилизация развивалась сама собой. Цель исследования – найти отвердитель. Этот анализ был проведен 150 лет назад на образцах перуанского гуана. Таким образом, мы находим мочевую кислоту, оксалат аммиака, мурят – это хлор, хлорид аммония, органические вещества, фосфат извести, фосфат кальция с некоторым количеством фосфата магния, оксалаты кальция, оксалат извести и воду. И если мы добавим немного карбоновой кислоты, которую мы производим из кукурузы или других растений, оксалат аммония превратится в щавелевую кислоту, из фосфата и кальция образуется фосфорная кислота. Фосфат кальция с уксусной кислотой тоже образует фосфорную кислоту, оксалат аммония с уксусной кислотой образует щавелевую кислоту. Таким образом, у нас есть наши кислоты, которые начнут химическую реакцию. Есть ли у нас археологические записи о торговле и о этих караванах Гуана между Ило и Тианака, поднимающихся с уровня моря до высоты 3800 метров? Ну, здесь есть текст о караванах Гуана между Ило, Макегуа и Альтиплана. Это было опубликовано Вилли Минксом в археологических исследованиях в Лейдинском университете, в Нидерландах, в 2005 году. Я читаю. Ильдисканса. Это рядом сила. Ильдисканса означает место отдыха на испанском языке. Это название было передано в устной форме и относится к традиционному использованию этого места как место отдыха для караванов лам, по пути в горы или из горных районов, через Макегуа. Похоже, что эта торговля Гуана усилилась во время фазы Тианака, возможно, из-за потребностей в большем количестве Гуана. В ранних колониальных документах говорится, что караваны лам несли этот предмет торговли. Прибрежное население Ило получило в обмен на перевозку Гуана, хоку, верблюжью шерсть, вяленое мясо, а также ламы. Мы посетили Ило. Локация Пунта Колес. Это место Гуана. Это природный заповедник. И тут у нас есть птицы, которые делают Гуана. И мы взяли образец этого Гуана. Под оптическим микроскопом это выглядит так. Это миллиметровая шкала. Под электронным микроскопом и анализом это выглядит так. Углерод, азот и остальное. Таким образом, у нас есть органическое вещество в вулканическом андизитовом камне. Содержит ли оно Гуана? Или остатки Гуана? Или Гуана, что не вступило в реакцию? Мы сравниваем спектры ЦП от памятника Пумапунку. У нас есть углерод, азот, натрий, магний, алюминий, кремний, фосфор, сера, хлор, калий и кальций. Можете ли вы представить там хлор? И это было в памятнике. А это Гуана, углерод, азот, натрий, магний, алюминий, кремний, фосфат, сульфат, хлор, калий, кальций и железо. У нас те же компоненты, но в камне они разбавлены. Это очевидно, но это та же химия. Выводы, исследования, полученные с помощью СЭМ, образца серого андизитов в памятнике Пумапунку показывает наличие органического вещества. Может ли это быть связующее вещество? У нас есть углерод, азот и тому подобное. Эта особенность очень необычна в вулканическом камне. Это уникум и поддерживает идею искусственного андизитового геополимерного бетона. Для изготовления геополимерного андизита бетона, строители могли транспортировать неконсолидированный вулканический туф. Это как песок, с площадки Сера Хаппиа. Они использовали геополимерную технологию на основе кислоты, в которой использовались карбоновые кислоты, произведенные из местной биомассы, которые реагировали с отвердителем на основе гуана, перевозимого караванами лам из прибрежной зоны Ила, в Тиуанако. Андизитовые архитектурные элементы с тонкими скульптурными узорами выполнены из древнего геополимера, отлитого 1300 лет назад. Подводя итог, у нас есть мегалиты из красного песчаника. Это щелочной геополимер, возраст которого 1400 лет. И у нас есть серые структуры, андизит, кислый геополимер, возраст которого 1300 лет. И берем во внимание старые легенды о экстракте растений, который способен смягчать камни. Что дальше? Врата солнца являются андизитом, датирующимся тем же периодом. Вопрос, это древний геополимер? Как насчет стен куска, расположенных в 450 километрах к северу от одного и того же материала? Это андизит или это известняк? Мы видим, что и то и другое. Вопрос, они использовали один и тот же метод? Мы не знаем. Мы не изучали это. Это только вопросы. Что дальше? Нет современного анализа предполагаемых геологических источников на вулкане Сера Хаппиа. Существует несколько типов андизитных материалов, поэтому мы должны изучить несколько типов источников. Эти исследования должны быть проведены с нашими перуанскими геологами. Наша команда там, наш геолог Луис Хуаман из Орекипы и Ральф из Института геополимеров. Это был мой доклад, древний геополимер в южноамериканских памятниках. Это точная копия, которую мы сделали в лаборатории. Это формула с использованием современных химических веществ. Она работает, нет проблем. Это белая копия блока из красного песчаника. Это белая копия вулканического андизитового блока с теми же химическими веществами, но с разными минералами в качестве наполнителей. Итак, это последний слайд. Я был лично удивлен тем, что мы обнаружили. Я думаю, что это важно, что это начало очень сложного детального исследования. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал. Ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эль Мукон.